Приветствую друзья! В этом видео я более подробно отвечу на ваши вопросы о голодании. Итак, вопрос первый. Расскажите, как правильно голодать, чтобы не чувствовать слабость и головокружение. Для меня голодательный день в субботу является особым днём, который я жду целую неделю. Почему так происходит? Потому что этот субботний день, он для меня имеет совершенно другую окраску. Это день лёгкости, день изменённого состояния сознания. На голоде оно меняется. Ты ощущаешь всё тоньше, твоя чувствительность повышается и так далее, и так далее. Поэтому этот день, он очень сильно отличается от других. Но этот эффект приходит к вам не сразу. Для того, чтобы этот день стал таким вот радостным, вам нужно пережить некоторое время адаптации. И как нужно начинать? Сначала нужно голодать по 12 часов в день и смотреть, как именно отреагирует ваш организм на всё это. Я знаю разных совершенно людей и разные случаи, как люди начинали голодать. То есть нужно при голодании идти всегда от меньшего к большему. Они начинали голодать, и у некоторых людей, вот им 60 лет, они прекрасно переносят голодание, как будто всегда и голодали. Это удивительно. Их как будто тоже немало. Есть также, которым это даётся довольно тяжело. То есть от чего это зависит? В первую очередь, естественно, от нового режима работы у организма. Вторую очередь, это зашлакованность организма и другие факторы. Поэтому сначала попробуйте поголодать 12 часов в день. Посмотрите, как отзовётся у вас ваш организм. Если зашлакованность большая, то могут быть симптомы интоксикации. Это как раз вот слабость, учащённое сердцебиение, головная боль и так далее. Но здесь нужно понимать, что с каждым разом этот голодательный день, этот голодательный период у вас будет происходить всё проще и проще. Всё легче и легче. На самом деле, если приходится немножко терпеть, то нужно маленько потерпеть. Но уже понимать, что вы увидите, что в следующий раз это произойдёт гораздо проще. То есть будет легче. Потом ещё легче. И наконец вы выйдете на уровень абсолютного хотения этого дня, наслаждения от него. То есть сначала 12 часов вы голодаете, потом переходите на 24 часа, потом переходите на 36 часов. Я еженедельно голодаю по 36 часов. Не больше, не меньше. Я бы хотел, конечно, уйти куда-то далеко и поголодать там долго. Уверен, что мне бы точно какие-то истины открылись на голодании. Потому что даже когда проходят вот эти часы, то уже совершенно по-другому сознание начинает работать. Мне очень интересно бы уйти в голод дней на 20, а может быть даже и больше. Конечно, немножко жалко свой вес и так далее. То есть, конечно, он потом восстановится. Но всё равно, для меня вот эти еженедельные 36-часовые голодания оптимальные. То есть они как раз дают перезагрузиться ЖКТ. Совершенно по-другому потом. Ты уже на следующий день, когда просыпаешься, совершенно по-другому выглядишь. То есть видно, что организм отдыхал. Что ЖКТ отдыхал. Что никакие ферменты не вырабатывались. А просто происходила его оптимизация, ремонт и так далее, и так далее. То есть отдых, одним словом. Ремонтировать там особо нечего. Потому что он находится в идеальном состоянии. А вот отдохнуть ему никогда не помешает. Теперь вопрос второй. Можно ли тренироваться во время голодания? Не просто, но можно. Это абсолютно необходимо. Но как можно тренироваться? Опять же, тренироваться в той мере, сколько есть у вас энергии. Насколько хватит вашей энергии. К примеру, самая большая ошибка на голодании. Это лечь на диван и пролежать весь день. Типа у меня слабость, я сегодня голодаю, мне нужно продержаться. Вот это самая большая ошибка. Что нужно сделать? Даже если энергии очень мало, то нужно выйти из дома и погулять. Хотя бы пешком погулять. А там уже смотрите вот как раз на эти изменения. Если энергии побольше, можно обязательно, необходимо делать упражнения. Почему? Потому что все-таки это день очищения. И ни в коем случае не нужно допускать, чтобы ваша кровь и лимфа застаивалась в организме. То есть это будет еще большее самоотравление, самая большая ошибка. То есть нужно обязательно, чтобы кровь циркулировала и лимфа по вашему организму. Пить как можно больше воды, хорошей воды активированной, подготовленной. И соответственно тогда вы получите максимальный эффект. Некоторым перед этим нужно почистить кишечник в зависимости от того, насколько вы уходите с помощью клизмы. Вот такие вот дела. И поэтому обязательно, обязательно нужно какие-то упражнения применять. Либо аэробный бег, если вы можете. Либо это может быть просто упражнение на коврике. Либо йога, либо ходьба. В общем обязательно это должно присутствовать. То есть любые физнагрузки, также любые другие процедуры, типа бани, сауны, на голодание очень приветствуются. Они усиливают, накладываются и общий эффект становится намного больше. Итак, следующий вопрос. Как правильно выходить из голодания, чтобы не вернуть ушедший вес и избежать срывов? И вот здесь я расскажу про свой эксперимент, который я провел 2 недели назад. Что это был за эксперимент? Как раз ответ на этот вопрос. Как неправильно можно выходить и как правильно? У меня значит по субботам голодание 36-часовое, с вечера пятницы. А в воскресенье у меня тренировка в 12 часов утра. И поэтому в этот раз я решил посмотреть, что будет, если с утра я начну кушать, собственно, без правил. То есть как в обычный день. То есть я начинаю есть с утра и заканчиваю очень рано. И в тот день, в воскресенье, я с утра начал себя накладывать после голодания. Естественно, аппетит повышенный. И уже до 12 часов я уже был под завязку. То есть у меня там пошел сначала зеленый коктейль, потом гречка, потом салат. В общем, было здорово. Там уже, наверное, килограмма 2-3 в меня вошло. Хотя так делать не надо. Я об этом прекрасно знал, конечно, и писал. Но я решил посмотреть, что будет, если... И пошел на тренировку. И, в общем, эта тренировка у меня была самая тяжелая за все время. Почему? Потому что у меня, во-первых, было ноль энергии в этот день. Во-вторых, я как будто бы проглотил кирпич. Потому что... И я сейчас объясню, почему. Я еле-еле дотянул до конца этой тренировки. Приполз домой и потом отлеживал. И всему этому почему так произошло? Потому что именно я вышел из голодания не так, как нужно. То есть... И думал, что вот посмотрю, как будет. Я же всегда все пробую на себе. А потом уже рассказываю. Так это или не так? То есть только факты, как известно. И я лежал после этого на диване часа 3, пока не отлежался. Пока у меня не прошло вот это состояние. В чем же было здесь дело? Дело было в том, что когда вы переходите в голодательный... Когда организм переходит в голодательный режим, ЖКТ, он отключается. То есть он переходит совершенно в другой режим. Режим другой. То есть здесь режим усвоения пищи, он уже разогнанный. Поступают различные соки, ферменты и так далее. А здесь он вообще выключен. И поэтому включать его нужно, вот главная ошибка, постепенно. Когда вы войдете в режим голода, аппетит исчезает. То есть переключение режима происходит. Вам ничего не хочется есть. Вот когда я в режиме голода, допустим, уже прошло часа 4, мне любую пищу ставь. У меня нет ни слюноотделения, ни желания его есть, ничего. И на следующий день я искусственно начинаю есть. То есть мне неохота есть. А вот когда ты начал, и этот процесс уже пошел, вот тогда аппетит уже разгоняется. Вот так вот. По геометрической прогрессии. После того, как вы начали есть. И нужно сначала дать ему с утра выпить опять воды, потом выпить сока, потом обязательно нужно съесть салат-метелку. Это капуста-морковка-свекла с маслом. Почему? Потому что за день голодания в ваш ЖКТ вышло много токсинов. И вот они как бы там стоят по всему уровню ЖКТ. Что нужно сделать? Допустим, съесть фрукты в этот момент не самая лучшая идея. А именно если вы сначала выпьете апельсиновый сок при выходе из голодания, к примеру, у вас начнется желчоотделение. Если дальше вы начнете есть салат, то как раз вот эта вся зелень, она абсорбирует все эти токсины, простимулирует кишечник. И это будет идеальным началом дня. Потом нужно будет через некоторое время или поесть опять салат, или уже после этого, как вы съели салат, уже можно начинать есть фрукты. То есть быстрые сахара. И в этот день нужно, чтобы весь объем вашей пищи был уменьшен. То есть не такой большой, как обычно. И тогда постепенно, постепенно, даже если у вас разогнался голод, естественно, жор будет. Нужно обязательно не идти у него на поводу, а провести этот день в умеренном таком количестве питания. И тогда на следующий день вы уже можете полноценно начинать питаться. То есть известно, есть правило, сколько дней вы голодали, столько нужно и выхода. Столько нужно дней перехода, выхода из голодания. Поэтому ни в коем случае не начинайте есть очень быстро и так же. Потому что жор будет, когда вы начнете питаться. Он появится, но сдерживайте себя. И по крайней мере, если один день вы голодали, то первый день проведите с такими правилами. И тогда на следующий день вы почувствуете неимоверную легкость. В общем, совершенно другие ощущения. Такое ощущение много-много энергии. На следующий день, кстати, я уже закручивал грифы в узел, можно так сказать. Было энергии очень много. Потому что разогнался ЖКТ и процесс пошел. И поэтому все делайте очень-очень постепенно на голодании. А также привыкайте к тому, что сначала может быть плохо, потом обязательно будет получше, получше. И прогресс от этого идет. А потом вы выйдете на тот уровень, когда уже не сможете просто целый день, не сможете неделю проживать без вот этого голодательного дня. Это очень классная практика и для сыроедов, и для несыроедов, и даже для беременных. Поэтому рекомендую ей пользоваться. Еженедельные 24-часовые или 36-часовые голодания. Вот такой информацией сегодня я хотел с вами поделиться. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до нового интересного видео. Счастливо. Пока.